Сегодня в регионе работает председатель комитета по аграрным вопросам Государственной Думы Российской Федерации Владимир Кашин. Сначала столичный гость ознакомился с Симбирским автобусным заводом. Это предприятие работает в полном цикле от заготовки до покраски машин. Владимир Кашин пообщался с коллективом завода и обсудил с его руководством планы по реализации продукции. Мне понравился ваш автобус в каком плане? Вот именно для небольших городов. У нас же дошкольного автобуса, особенно в сельской местности и так далее, это проблема. И в этом плане можно очень хороший рынок сбыта. Завод уже запустил производство дизельных и газовых автобусов среднего класса. В этом году предприятие выпустит 190 таких машин. Не сбавляет производственную мощность и Ульяновский автозавод. Владимиру Кашину показали самые популярные модели, выпускаемые для нужд медицины, полиции и армии. Что касается кадровой элементы, она у вас здорово в последнее время подсократилась, да? А что в перспективе? Чувственность завода, она не сократилась, она оптимизировалась. То есть мы как выпускали 40 тысяч автомобилей, так сейчас выпускаем. А эффективность произошла как раз-таки за счет оптимизации производственных процессов, что позволило компенсировать уголь персонала по естественным причинам. В приоритетных планах УАЗа выпуск газомоторной техники и продолжение проекта по электрификации моделей. Владимир Кашин продолжит работу в регионе и завтра он посетит ряд промышленных компаний, социальных объектов, пообщается с представителями местных аграрных предприятий. Продолжение следует...